Привет, меня зовут Виктор Богуцкий, школа программирования и тестирования ПАСФ. Тема видео «Что делать, если вам отказали после интервью?». Дорогие соискатели, дорогие ученики и ребята, кто сейчас находится в поиске работы. Естественно, вы не подходите каждой компании. Естественно, вот ваше совпадение по ожиданиям компании и тем, кем вы являетесь, оно не совпадает. И есть какой-то небольшой набор компаний, которые видят в вас идеального сотрудника. И также есть небольшой набор компаний, в которые бы вы хотели устроиться на работу. Если это ваша первая работа, то это каждая компания. Вы устраиваетесь туда, куда вас берут. Но если вы уже можете выбирать, если у вас есть уже кое-какой опыт в поиске работы, если у вас есть опыт непосредственно в работе, и вы с каждым годом, с каждой новой компанией, вы понимаете то идеальное место, где бы вы хотели работать. У вас есть свои ожидания, у вас есть свои предпочтения, у вас есть свои, можно даже сказать, требования к тому, как это все будет. И процесс поиска работы, процесс собеседования – это процесс поиска совпадений. Если вы разместили свое резюме, например, на LinkedIn, на Indeed, на остальных тоже площадках, то вам будут писать. Кстати, есть еще одна интересная площадка, называется AngelList. Я считаю, что это хорошая площадка для того, чтобы научиться общаться, для того, чтобы проработать софт-скиллы. Про это тоже сейчас все расскажу. Когда вы разместили свое резюме, вы становитесь заметны. И чем более заметны вы будете, тем больше компаний, тем больше рекрутеров, HR-ов и всех других заинтересованных людей обратят на вас внимание. Возможно, вам напишут предложение, скажут, «Эй, привет, а не хотели бы вы пройти собеседование у нас? У нас есть некоторые интересные позиции, у нас вообще такая суперзамечательная, модная, современная компания. Давайте попробуйте у нас пройти собеседование». Да, хорошее предложение, почему бы нет. Даже если вы устроились на работу, все равно есть смысл ходить на собеседование для того, чтобы лучше говорить, для того, чтобы учиться себя продавать, для того, чтобы учиться себя презентовать. С каждым новым собеседованием вы как презентатор, вы как оратор, как выступающий становитесь все сильнее и сильнее. Поэтому обязательно ходите на собеседование, обязательно тренируйтесь общаться. Даже если вы не планируете менять работу, все равно ходите на собеседование. Так вот, вы разместили свое резюме, вам начали поступать звонки, причем так же, как вы разместили свое резюме публично, вот, нате, берите, смотрите, я ищу работу, готов к коммуникациям и так дальше. Вы не подгоняете свое резюме под каждую компанию. Есть ли в этом смысл для того, чтобы вот просто вот так разбрасывать свое резюме, такой типа сеятель резюме, вам звонят, вас приглашают на собеседование, они тоже понимают, что вы вот такой, как есть, и есть смысл вас пригласить на собеседование, либо чтобы вы прошли некоторые этапы, и чтобы отсеять. Потому что HR, рекрутеры, все остальные, кто нанимают, они понимают, что чтобы закрыть одну позицию, нужно пригласить очень много людей. Потому что чем больше людей вы пригласите на первый этап отбора, тем больше пройдет на второй и так дальше. Чтобы в конечном итоге было несколько очень хороших кандидатов, среди которых можно было бы выбрать того, кто лучше всего подходит по так называемому culture feed, по своим каким-то культурным особенностям, по совпадениям с целями компании, по видению и так дальше. Ну, это, в общем, большая такая туфта, эти все софт-скиллы. Но вторая часть, это уже непосредственно технические навыки. В общем, чтобы найти идеальных людей, из которых можно было бы выбрать по их софт-скиллам, по их техническим навыкам. И, конечно, вот эта воронка, она сужается. Чем больше вас пригласят на первый этап, тем больше пройдет на второй этап и так дальше, и так дальше. То есть, чтобы в конце компания могла бы выбирать. Вы, как соискатель, точно так же ходите на большое количество интервью, чтобы в процессе где-то вас отсеяли, каких-то компаний вы тоже отложили, сказали, что-то мне это не нравится. Кстати, ребята, очень вам рекомендую, когда вы ходите на собеседование, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. И если вдруг вы чувствуете, что что-то идет не так, ну вот как-то оно все так как-то со скрипом, или где-то вам нужно пытаться понравиться тем людям, которые вам не нравятся, то не напрягайтесь. Просто идите по этому пути, скорее всего вас отсеют, или вы их потом отложите, эту компанию. Но доверяйтесь своему внутреннему голосу, доверяйтесь своей интуиции, и тогда все будет намного проще. И еще один совет, который я вам могу дать, проще относитесь к процессу интервью. Это не дело всей жизни ходить на интервью. Если вам где-то откажут, то в этом никакой проблемы нет. Вы можете, точнее не то, что вы можете, а скорее всего вы воспримете это очень близко к сердцу, какие-то первые отказы. Я сам это знаю по себе, что когда я ходил на свои первые собеседования, то они заканчивались не очень удачно. Но потом, когда я уже понял, о чем они спрашивают, что хотят услышать, все стало лучше и лучше. Ну так вот, компания делает воронку отбора, и вы делаете такую же воронку отбора, чтобы когда вы, допустим, пройдете 20-30 собеседований, из них половина компании вам скажет, типа спасибо, вы нам не подходите. На разных этапах. Это может быть финальный этап, это может быть первый этап, второй, третий, какой угодно. Неважно. В общем, вы им не подходите. По разным причинам. По каким-то cross-functional навыкам, по каким-то еще, по техническим. Они ожидают, что вы будете знать это. Они ожидали, что будет другое. Потому что вас будут собеседовать, скорее всего, не один человек. Это будет несколько людей на вас смотреть. Это будет коллективное решение, брать вас или не брать. Это не решение одного человека. Это коллективное решение. И какой-нибудь там уже менеджер по найму или менеджер, к кому это все идет, то есть к кому вы устраиваетесь компанию, он уже примет решение на основании результатов собеседований. По результатам всех этих разговоров, стоит ли вас брать в компанию, стоит ли вам какие-то предлагать деньги, стоит ли вам предлагать какие-то бонусы и так дальше, чтобы вы стали частью этого коллектива. Они тоже не хотят, чтобы к ним в компанию попали какие-нибудь там странные ребята. Ну, ребята действительно бывают очень странные. И хочу вам сказать одну штуку. У одного владельца компании, с которым я проходил собеседование, он уже в конце разговора спрашивает, какие вопросы есть. Я говорю, какие проблемы сейчас есть вот на собеседовании? Сколько к вам приходит кандидатов? Он мне сказал очень неожиданную вещь. Говорит, что сейчас очень много идут на собеседование азиатов, которые очень невнятно говорят на английском языке. Непонятно. То есть есть по мнению того человека большое количество людей, которые невнятно говорят. Не то, чтобы это было неправильно, что просто невнятно. Поэтому вы можете продолжать говорить на своем русско-английском языке, но говорите его внятно. Неважно, какой у вас будет такой вот акцент жесткий. Мы от этого акцента, скорее всего, не избавимся. Даже как бы мы не пытались мимикрировать и казаться местным населением у нас-то навряд ли получится. Поэтому говорите просто внятно, даже если у вас будут какие-то грамматические ошибки. Вообще не важно. Ну так вот, к теме разговора. Компания делает воронку, вы делаете воронку. Ну, с компанией понятно, да, вас отсеяли, вы не видите остального процесса. Но вы также проходите собеседование, у вас есть какие-то компании, с которыми вы продвигаетесь все дальше, дальше и дальше. И в конечном итоге может оказаться так, что почти одновременно, либо с небольшой разницей, вы получаете предложение на то, чтобы поработать, оффер, и также получаете еще один оффер. Они могут быть очень похожи, они могут быть отличны, причем на большие порядки, даже вплоть до 50-70 тысяч, ну, в зависимости от позиции. Понятно, что на начальные позиции типа QA вы идете в определенной рамке, также на позиции фронт-энд, бэк-энда вы идете вот в определенных рамках. Но чем выше ваш будет уровень, тем больше позиций вы можете с собой закрыть и тем больше возможностей, на которые вы идете. Я имею в виду возможности компании, потому что у компании тоже есть какая-то вилка зарплат, рейндж, на то, чтобы вот мы берем начальных на эту зарплату, средних на эту, супер-сеньоров на эту, а всех, допустим, там, директоров, у них там, естественно, свой там золотой чемодан и свой такой же золотой чемодан акций. Там свои манипуляции для того, чтобы переманить управляющий состав. Поймите еще такую штуку, что компании очень сильно переживают за то, чтобы с ними работали адекватные люди. Это прям огромнейшая проблема, чтобы работали адекватные люди, которые могут внятно говорить, которые могут внятно доносить свою мысль, которые будут очень прозрачны в своем поведении, которые будут предсказуемы и которые будут делать свою работу хорошо. Либо, если вдруг у них что-то не получается, не скажут. Поэтому вот найти таких людей – это задача собеседующих, ваших интервьюеров, всех, кто вас отбирает и так дальше. Естественно, что вы, может быть, поначалу, если это ваши первые собеседования, то вы будете вести себя странновато, да? Может быть, вы будете выглядеть, ну, примерно как этот абориген, да? Попал в мегаполис. То есть вы будете, не то чтобы путаться, будут какие-то вещи непонятны, но чем больше вы будете проходить интервью, тем спокойнее вы будете себя на них чувствовать и тем отказы, которые вы будете получать, будут восприниматься вами спокойнее. Поэтому отказы – это нормальный процесс. Они ожидали такого, вы чуть-чуть другой, поэтому, извините, мы будем двигаться с другим кандидатом. Отказы могут быть совершенно разные и по разным причинам. Вам их желательно было бы как-то узнать, но американские работодатели вам прямо и правду не скажут. Вы можете попытаться спросить, ну, вам могут намекнуть как-то, но ожидать, что вам дадут правдивый ответ – нет. Поэтому мы проводим буткемп, где со студентами тренируемся и к вопросам интервью, и к ситуациям, которые происходят. Ну, я вот часть информации доношу в этих видео. Также я делаю эти видео для того, чтобы наши студенты, они их слушали и не переспрашивали некоторые вещи по несколько раз. Так вот, когда вы отбираетесь, вас отбирают, вы отбираетесь, представьте себе, что у вас получилось несколько офферов, что вы получили несколько офферов. Какой вы возьмете? Вы возьмете тот, который лучше. Поэтому компания, она также будет выбирать того соискателя, который, по их мнению, лучше. Естественно, есть люди, которые лучше вас, есть которые опытнее, которые лучше себя продают, но это не значит, что они лучше как специалисты, возможно, у них просто было больше интервью и, скорее всего, они лучше научились себя презентовать. Потому что интервью – это презентация, на которой вы себя показываете с той стороны, с которой надо себя показать. Вы, может быть, в жизни быть угрюмым и занудным, но, пожалуйста, на интервью включитесь так, чтобы они увидели, насколько вы компанейский, в общем, второй после томоды. И когда вы себя продаете, обязательно будьте в хорошем настроении, обязательно улыбайтесь, обязательно шутите, обязательно испускайте из себя свет, чтобы они видели, что вы классные, что вы, ну, в общем, нормальный, что вы веселый человек, что с вами будет легко. Вот самое важное, что с вами будет легко, что вы не будете создавать проблемы. Потому что есть люди, с которыми поговоришь пару минут, и ты понимаешь, что этот человек просто зануда, а этот человек, допустим, интересный. То есть всех людей, вот всех, если вы думаете, что их отбирают по каким-то критериям, что есть какие-то таблицы, вот там отмечают туда-сюда, нет. Всех людей отбирают субъективно. Нет какого-то объективного мнения, все мнения субъективны. И также и вас. Если вы прошли какие-то с кем-то разговоры, то они также субъективны. Ну, вы им не понравились. По разным причинам. Просто личностно не понравились. Все, вы не проходите. И в этом ничего плохого нет. Это абсолютно нормальный процесс. Поэтому продвигайтесь. И когда вам отказывают, самое важное, после любого интервью, будет ли после него отказ или не будет после него отказ, самое важное провести после интервью, это ретроспективу. Выписать себе вопросы, проработать потом эти вопросы, чтобы вы точно понимали, где на каких вопросах вы затупили, либо вы их не ответили. Я так делаю постоянно. Ну, я их, может быть, не выписываю, но я технические задания, я их прорешиваю потом, чтобы в случае, если вдруг мне такое зададут, а такое бывает много раз, когда один и тот же похожий вопрос с разными вариациями вам будет задан. И тогда на следующий раз вы его так хоба и сделали. Вот вам ответ. Вы молодец. Насколько быстро, насколько элегантно. и вы, как технический специалист, это примерно как повар, который знает множество рецептов, которых может комбинировать, который может поговорить и про еду, и про то, как ее подавать, и про то, из чего она сделана, и как она растет. То есть вы набираетесь знаний не только как технический специалист, но вы также набираете знаний и как человек, который проходит собеседование. Вы ходите на собеседование, и вы учитесь быть соискателем. Вы учитесь быть правильным соискателем, тот, которого ожидают. Потому что, естественно, это все форматированные, это все такие ровные, все квадратненькие, может быть, где-то лучше, где-то хуже, но компания хочет, чтобы внутри нее была дисциплина, чтобы все было однообразно и единообразно, и все работало четко и без каких-нибудь чудес. То есть они хотят тоже предсказуемости, они хотят людей, которые будут им помогать. Поэтому тогда, когда вам отказали, подумайте, почему так произошло. Подумайте и поищите причину. Это своего рода естественный отбор. Те, кто не соответствовал каким-то критериям, те не прошли дальше. Так и вы. После каждого интервью прорабатывайте вопросы, проговаривайте их еще раз. Вы можете приносить свои вопросы в группу для обсуждения, говорить, ребята, вот мне такие вопросы задали, я на них вот так ответил, мне отказали. Было ли, возможно ли это была причиной, почему я им не понравился? Да, возможно, а может быть и нет. А может быть им не понравилась там ваша форма уха, и они подумали, что вы эльф и так дальше. Ну, всякое может быть. Поэтому искать причины вот только в своих ответах не стоит. Иногда бывают причины, просто личностно не понравились. Может быть, у вас было плохое настроение, может быть, у них было плохое настроение. Вообще это не имеет большого значения, потому что компаний настолько много, предложений настолько много, особенно на начальные позиции, на средние даже, да на сеньоров тоже полным-полно. Конечно, компания хочет взять на работу сеньора и платить ему как за джуниора, как за мидла. Ну, ладно, это условно, это очень условная градация. И, кстати, еще один вам совет. Не позиционируйте себя как мидл или как джуниор, или как кто-то еще. Просто вы идете как инженер, вы идете как специалист. Не навешивайте на себя эти ярлыки. Ни в коем случае. Потому что эта градация очень условная, и в американских компаниях не придерживаются того, что типа вот это вот конкретно джуниор, это конкретно сеньор, мы к нему на вы, к этому мы на эйты. Так что вы можете очень быстро пройти этот путь от одной градации к другой, даже сами не заметив этого. Еще какие советы могут быть? Когда вы прошли собеседование, не надо писать какие-то фоллоуап писем, типа как было приятно с вами разговаривать. Все это лишние ритуалы. Самое важное, что вы должны сделать, проработать то, что вы говорили. И в следующий раз, когда вы идете на собеседование, будьте лучшей версией себя. То есть в каждое новое собеседование приходите обновленным. Приходить с одними и теми же ответами, с одними и теми же заготовленными какими-то скучными историями не стоит. Что еще я могу сказать? Вот еще одна интересная штука. Когда вы пройдете несколько собеседований, вы увидите, что вам задают в принципе одни и те же вопросы. И они, скорее всего, ожидают получить примерно одни и те же ответы. Я вам очень рекомендую приготовить эти вопросы, приготовить на них ответы, разные ситуации обыграть. Обычно спрашивают так. Ну, расскажите о себе. Это прям пару предложений. Работал там-то и там-то с такими-то технологиями. Был таким классным и молодец. Все сделал, все получилось. Также еще могут спросить, вот именно из таких необычных историй. Из необычных историй могут спросить, расскажите о вашем самом большом достижении, которым вы гордитесь. Расскажите о самом большом провале, из-за которого вы переживаете. Естественно, достижение, его нужно как можно больше достать из своих воспоминаний. Если такого достижения нет, то посмотрите то, что вы делали в проекте. Можете взять одну из задач и рассказать о ней интересно. Только обязательно интересно. И ни в коем случае не преуменьшайте свои достижения. И если вы рассказываете о своем провале, то расскажите, вот да, мы не сделали это, не сделали то. Допустим, моя была ошибка в том, но я это проработал. Теперь я таких глупостей не делаю. Поэтому вот я извлек из этого урок. Еще какие истории могут быть? Расскажите о ваших конфликтах с вашими коллегами. Естественно, у вас никаких конфликтов нет. У вас есть просто разные точки зрения. И вы нашли консенсус. И после этого вы уже продолжили работать над следующими задачами. Вспомните, как у вас идет коммуникация между другими отделами. В чем у вас были какие-то сложности, в чем у вас были какие-то недопонимания. Как вы их решили. Вспомните, когда у вас были расхождения с вашим менеджментом по предложениям. Как вы их решали. Естественно, ключ ко всему это коммуникация. Ключ ко всему это коммуникация. Вы сели за круглый стол, выкурили трубку мира и обо всем договорились. До этого вы не понимали, но после разговора вы все расставили на свои места. И, в общем-то, все у вас стало замечательно. Хочу затронуть еще один аспект отказов на интервью. Это восприятие на личный счет. Первые собеседования, которые будете проходить, они очень запоминающиеся. Вы о них будете, скорее всего, долго помнить. Даже не те слова, которые вы говорили. Может быть, то, как вы себя там ощущали. И, скорее всего, да, вы получите, может быть, отказ. Поэтому сразу же, даже когда вы идете на собеседование, чтобы не расстраиваться, просто скажите, да, мне там откажут, я просто иду для того, чтобы наработать свою опытность в прохождении собеседований. И первые отказы, они воспринимаются очень чувствительно. И вы воспринимаете их на свой счет. Может быть, даже вам захочется съесть какой-нибудь там пирожное, тортик для того, чтобы заесть эту боль, эту обиду. Но просто воспринимайте это как процесс. Поставьте себе цель получить 20-100, допустим, там 100 отказов. 20-50-100 отказов. Кому сколько не жалко. Можете начать поставить себе цель получить первые 10 отказов, а дальше можете поставить себе цель получить 50 отказов. И я вам даже так скажу, что когда вы будете проходить интервью, вы не получите 10 отказов, вы не получите 100 отказов. Вы получите их значительно меньше перед тем, как вы получите свой положительный ответ. Но самое важное – это делать ретроспективу, это анализировать себя и приходить обновленным на следующую версию интервью. В каждый новый день вы приходите подготовленным. С каждым следующим интервью отказы, которые вам будут приходить, вы их будете воспринимать проще. Скажете, ну нет, нет, ничего страшного, как бы у меня еще и следующее интервью, вот еще следующее, следующее. Загрузите себя интервью, и тогда отказы, которые вы будете получать между ними, они не будут вас демотивировать. Но если вы получили за какие-то долгие месяцы поиска работы, вы получили всего лишь одно приглашение на интервью и получили на нем отказ, то да, это, конечно, личная трагедия, это разочарование в специальности, это разочарование в преподавателях, которые вас учили, это разочарование в школе и так дальше. Но когда вы себя загрузите и когда вы войдете в процесс интервью, то все будет настолько просто и настолько вам не будет времени заниматься какой-то рефлексией, вы будете просто ходить на собеседование, вы будете анализировать, вы будете уже таким матерым продавцом, потому что процесс поиска работы – это процесс продажи себя. Ваше резюме – это ваша обертка, это ваши рекламные буклеты, которые вы раздаете, и, конечно же, в каждом рекламном буклете, который вы держали когда-нибудь в руках, все показывается с наилучшей стороны. Поэтому покажите себя на интервью с наилучшей стороны, относитесь к отказам очень просто, ну, нет, нет и нет. Если вы будете относиться к поиску работы или как к трудоустройству, к какой-то свадьбе, где вам нужно с кем-то познакомиться, завязать какие-то отношения, повстречаться и только после этого сделать предложение, то нет. Вы, конечно, можете так к этому относиться, но трудоустройство – это не свадьба, это не семейная жизнь, хотя, да, все те процессы, которые происходят в компаниях, они – зеркальное отражение или масштаб всего того, что происходит в семье, такие же эмоциональные травмы, такие же интриги и манипуляции, но трудоустройство – это намного более простые отношения, где вы соглашаетесь поработать какое-то время по своему собственному желанию, где вас работодатель нанимает, например, на контракт, на 6 месяцев. Вы там пришли, поработали, сделали свою работу, вам сказали спасибо, пожали руку, и, может быть, даже не пожали, и все, вы идете на следующее свое место работы. Поэтому очень просто относитесь к трудоустройству, цените свое время, цените свою жизнь, нервы, эмоции и баланс, который выстраивается, переносите больше веса не на сторону работы, а на сторону своего личного счастья, на сторону своего личного ощущения жизни и процесса. Вы существуете не для того, чтобы потом внукам сказать, вот, дорогой внучок, я пришел на этот завод молодым стажером работать на станке и ухожу, вот сейчас ушел на пенсию токарем 80-го уровня и все, вот так. Вы можете переходить с одного места работы на другое, потому что вам так хочется, потому что вам надоело там работать, потому что вам там показались, те люди уже неинтересны, вам проекты показались неинтересны, вы хотите развиваться. Поэтому проще ко всему относитесь, двигайтесь, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу того, что я сказал, пишите предложения, свои замечания, может быть, какие-то интересные истории у вас будут. Все, отлично, подписывайтесь, ставьте, включайте колокольчики, чтобы узнавать о новых видео и увидимся в следующих эпизодах. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok